Книга «Отвертым оком», 15-й том. Тема «Монашество». Вопрос 2910. Златоуст прекрасно знал Священное Писание. В каждой его проповеди десятки мест из Библии. Он часто говорил о проповеди. Сказал ли он где, что монашество уклонилось от прямого повеления Господа идти по всему миру и проповедовать Евангелие? Если не сказал, то почему не говорил? Почему сам погряз, в кавычках, в монашестве? Ведь он так знал Писание, был такой умница. Ответ Игнатия Тихоновича Лапкина. Есть необъяснимое свойство выборочно принимать что-то из Библии, а другое, тут же стоящее, в том же стихе, вообще не видеть. Объяснение нахожу только в изначальной закладке в душу. Было ли духовное обращение, как было у апостола Павла? Кто читал послание Игнатия Богоносца, не говорю уж об Игнатии Бринчанинове, то столько же они наложили о власти епископов, о монашестве, что ни на единую строчку не набрали бы в Писании. Как Лютер мог не видеть, что без рукоположного епископа его шанс на спасение может быть равным нулю? И как такие сильнейшие проповедники, как Спержин, Каргель, Проханов, Павел Рогозин, Ярл Пести, не видели того же самого, что вне церкви нет спасения? А вот эти вопросы понимал Златоуст отлично. Я не говорю о староверах, которые Библию в руках не держали, но именно о выборочном принятии Библии и именно теми, кто любит Библию, жаждет послужить Христу, полагает жизнь за слова Спасителя. Иоанн Златоуст нигде и ни слова не говорит против монашества, но всячески его прославляет. А другого монашества не было, как уходящего от мира, сидящего в молитвенном созерцании, мало вкушающего, мало спящего и много поющего гимны Богу. Эту сторону и рассматривает Златоуст, совершенно не говоря об убийственном вреде, зле, какое нанесло монашество всему христианству в пренебрежении словами Христа проповедовать миру благую весть. Думаю, что в этом вопросе я бы восстал на Златоуста, а он бы огрел меня, как некогда он отпарировал Епифанию Кипрскому. Второе послание к Коринфянам, 14 глава, 11 глава, 4 стих. «Ибо если бы кто, придя, начал проповедовать другого Иисуса, которого мы не проповедовали, или если бы вы получили иного духа, которого не получили, или иное благовестие, которого не принимали, то вы были бы очень снисходительны к тому». Евангелие от Матфея, 25 глава, 27 стих. «Посему надлежало тебе отдать серебро мое торгующим, и я, придя, получил бы мое с прибылью». Всех душ и всякой плоти Созидатель, многоусердный в милости своей, дай верить мне, как верил Моисей, пророк твоей достойной благодати, дай завершить мне книгу песнопений, достойную твоих благословений. «В обитель, где ты должен нас принять, я начал путь свой, плача истинная, дай грех мне искупить и злаком стать, возликовать при сборе урожая. И как грехи мои невелики, не дай иссякнуть слез моих истоком, и как Израиль ты не обреки, мой дух и сердце с засухи жестокой. При тем, как небо мы услышим глаз, а небо — глаз земли, где сон мы нас, земля же — глаз хлебов и лос и хмеля, и все услышат голос Израиля. Пусть чистая молитва и елей, все, что тебе святыми воздается, проникнет в суть души моей скорей, чем тело оскверненного коснется. О, Господи, я глина, ты творец, спаси меня, небесный мой Отец, чтоб на земле мне духом укрепиться, чтоб в час, когда вступлю я в мир иной, и небо ты разверзнешь предо мной, я б мог его сиянием насладиться, чтоб под небесным этим светом впредь, как воску не растаять, не сгореть. Дай, Боже, силу мне изнеможденному, дай духом мне воспрянуть обделенному, перед концом моим, возможно, скорым, сведи меня с порочного пути, хоть я истерзан совести укором, а не усилием тебя найти. Меня, земного тронутого скверный, услышь, о Боже, со своих высот, возьми залог моей мольбы усердной и дай мне благодать своих щедрот, своим небесным светом освети, мой слабый стон, глухое покаяние и слово из священного писания, что в эту книгу чьюсь я привнести. Меня, мой благодетель совершенный, хоть жалости не стою, пожалей, и вместо меди звонкой, но презренной, даруй мне злато милости своей, не повергай меня в смертельный страх и не ожесточай мой дух скорбящий, не обреки бесплодным быть в трудах, как пахали на почве неродящей, Не дай мне лишь стенать, а слез не лить, в мучениях рождать и не родить, быть тучью, а влагой не пролиться, не достигать, хоть и всегда стремиться, за помощью к бездушным приходить, рыдать без утешения, без ответа. Не дай мне у неслышащих просить, не дай, Господь, мне жертву приносить и знать, что не угодно эта жертва, и заклинать того, кто глух и нем. Не дай во сне или наяву однажды тебя на миг увидеть лишь затем, чтобы не утолить моей извечной жажды. И до того, как мой услышишь зов, услыши мои, о Боже, покаяние, и соразмерно с тяжестью грехов, не назначай покуда наказание. Григорий Нарекаться